Пустыня Центральной Азии и Китай Страх От пустыниванию может подвергнуться половина территории Кыргызстана, а огромные территории Казахстана и Китай. Уйгур, Монголия, Каракалпакстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан могут превратиться в засушливые зоны. Отмечается, что с середины 20 века средняя температура в южной части Центральной Азии увеличилась на 0,5 градуса по Цельсию, а в северной — на 1,6 градуса, что спровоцировало таяние ледников и истощение водных запасов. С начала производства 90% гидроэнергии в таких странах, как Таджикистан и Кыргызстан. Пустыня Каракумы, Туркменский, Каракумы, пустыня, расположена в Средней Азии. Каракум, с казахского черный песок, песчаная пустыня в северной части Алматинской области Казахстана, расположена в Балхаш-Алакольской котловине, занимая сухопутный перешейок между озерами Балхаш на западе и Сасы-Коль на востоке. Пустыня Каракумы занимает площадь в 350 тысячах километрах 2 в Туркменистане. Песчаная пустыня Кызылкум находится в Средней Азии, в Междуречии река Мударь и Сырдарьи, в Узбекистане, Казахстане и частично в Туркмении. Центральная Азия, на территории Монголии и Китая Габи-Токламакан пустыня на западе Китая в Синьцзяно-Гургском автономном районе. Является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Более половины территории Узбекистана занимают пустыни Кызылкум. Пустынное плато Устерд и образовавшееся на бывшем дне Аральского моря пустыня, ограничивающаясь юго-чуйскую долину и пустыню Майынкум. Кыргызстан пустыня Каракал-Пакстана-Мирзачуль, глинисто-солончиковая пустыня в Средней Азии, Узбекистан, Южный Казахстан, Зафарабадский район Таджикистана, Пески-Синека-Пески-Синека, Актау-Казахстан. К 2050 году поток воды в бассейне реки Сырдарьи может уменьшиться на 2,5%, а в бассейне реки Амударья – на 10-15%, что усилит дефицит воды. К примеру, от 30 до 60% его населения получают доход от сельского хозяйства, и ожидается, что в некоторых частях Таджикистана урожайность может сократиться на 30%. В Центральной Азии 66% земель подвержены засухе и, согласно прогнозам, урожайность зерна к 2030 году может сократиться на 37%, а к 2050 году – на 48%. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.